Куриные крылышки в миду всегда получаются ароматными, вкусными, яркими и нравятся взрослым и детям. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Дача Супер. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусное блюдо. Крылышки в миду это любимое блюдо в нашей семье. Мы его готовим по праздникам и по будням. Очень просто, быстро и вкусно. Для приготовления этого вкусного, ароматного блюда мне понадобятся крылышки куриные. У меня один килограмм. И три столовые ложки меда. Это основные ингредиенты. Я буду использовать приправу для курицы, которую делаю сама. Здесь много паприки. Она на основе паприки, поэтому крылышки получатся очень-очень яркими, золотистыми, оранжевыми. Если не хотите использовать паприку, то можно использовать тогда для заправки, для маринада, молотый имбирь, черный перец и гранулированный чеснок. Это основные ингредиенты. Все остальное можно добавлять по вкусу. Ну и, конечно, соль. Я оставила на столе только те ингредиенты, которые буду использовать. Курицу переложу в более глубокую миску, чтобы удобно мне было перемешивать. Курицу я предварительно помыла и обсушила. Готовлю маринад. Три столовые ложки меда, я уже сказала. Добавляю сюда где-то три... Ну вот сейчас три... Четыре, наверное, ложки приправы для курицы. Приправу я готовлю сама. Мед у меня густой. Сейчас он немножко разойдется. От соли. Такой вариант приправы можете посмотреть на канале. Есть видео. В инфобоксе я оставлю ссылочку. И в подсказках тоже будет ссылочка на эту куриную приправу. Вот так перемешиваю. Такой будет густой маринад. В этот маринад можно еще добавлять соевый соус. Кстати, как вариант, можно это сделать. Совсем чуть-чуть. Буквально ложку. Нашла соевый соус. Добавлю еще столовую ложку соевого соуса сюда. Много не добавляю, потому что приправа соленая. И... Ну... Есть любители и не любители соевого соуса. Ну, поэтому чуть-чуть. Вот такой красивый будет темный маринад для курицы. Вот такой получился по консистенции маринад. Назовем его вот так. Если мед жидкий, то соевый соус можно не добавлять. Так как у меня был густой, в принципе, он сюда тоже подходит для этого маринада соевого соуса. Теперь перемешиваю крылышки с маринадом. Поэтому я взяла глубокую миску, чтобы было удобно это все перемешать. Можно и рукой. Естественно. Они получились похожими на крылышки барбекю. Замечательно. Все это медом. Я оставляю это на ночь в холодильнике. Чтоб все пропиталось этим вкусным маринадом. Вот так. Крылышки замариновались. Теперь их нужно выложить либо в форму жаропрочную, либо на противень. Я буду выкладывать на противень. Противень я застелила бумагой и выкладываю крылышки. Отправляю в горячую духовку, там градусов 150-180, где-то на час. До готовности, до золотистой корочки. Крылышки готовы. Они где-то минут 40, наверное, 45 провели в духовке. На них образовалась красивая золотистая, такая глянцевая карамельная корочка благодаря меду. Очень ароматные, вкусные, замечательные блюда на ужин или на праздник. Всем приятного аппетита. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.